Всем доброе утро! Идёт снежок, такая тишина. Идёшь, и кажется, даже снег рыпит под ногами. Но он рыпит, наверное, от того, что скоро растает, а нет мороза. Сейчас утро, муж чистит машину. Съездим в магазины. Пока болело, никуда не ездили, никуда не ходили. Сейчас тоже стараемся поехать только к открытию магазинов. Вот зашли в колбасный отдел в магазине «Светофор». Никогда не заходила в этот магазин, именно в мясной отдел. Я считаю, что все колбасы, которые здесь продаются, но они здесь Республика Беларусь. Опять же, это только моё мнение. Я вот вам показываю ценники, состав. Если кому-то интересно, можно остановить на паузу и посмотреть. Считаю, что в сетевых магазинах цена практически такая же. Кроме того, действуют во многих магазинах скидки, карты дисконтные. Поэтому не знаю, есть ли смысл здесь что-то покупать. Ну, у каждого право выбора. Поэтому просто вот показываю этот отдел мясной. Может, кто-то что-то для себя насмотрит и решит всё-таки здесь это купить. А продукция в основном в Березинске мясокомбинат. Ну, разная есть. Всё в герметической упаковке разного состава. Поэтому вот читайте. Выбирайте. Ну, вот здесь грудинка с красным ценником. Поэтому я сейчас продукты свинины переверну, чтобы вы смогли, если кому-то интересно, почитать состав. Вот, читайте. Нажимайте на паузу. Читайте себе состав этой грудинки. Ну, есть и сосиски в продаже. Ну, такая колбаса. Словом, выбрать что-то можно. В этом же отделе лежит сгущенка. Она витебская. Вот эта сгущенка. 480 грамм в мягкой. Тубе стоит рубль 50. Изгущенка в жестяной банке. 380 грамм. 8,5% длиленности. Рубль 19. Она стоит наша белорусская. Витебский производитель. А вот это в магазине Корона. Правда, Рогачевская. Ну, смотрите. Те же самые граммы, те же самые проценты. Но цена такая. А вот здесь 200 грамм. В мягкой тубе. Только Рогачевская. И вот цена. Поэтому можно сравнить. Вот здесь мне еще понравился разрыхлитель теста. 100 грамм 46 копеек. Я пользуюсь в основном сейчас разрыхлителем. Не содой. Поэтому я его себе куплю. Ну, вот в магазине Корона, смотрите, разрыхлитель. Какая цена. Разные производители. И сколько здесь стоит. 15 грамм и 10 грамм. Вы тоже можете сравнить. На кассе лежат маски. Рубль 26. 10 штук. Не могла обойти стороной, чтобы вам не показать. Вот повязка такая. Вот и с кем была. Кисель. В упаковке 20 штук. И здесь 30 грамм. Разные. С разным вкусом. Кто-то, если любит, то можно купить. Вот он, производитель Россия. Стоит 2,75. Ну и вот Короне, смотрите, стоимость киселя. Сравнивайте. Ну, это желе. Сейчас вот кисель покажем. Сравнивайте цены. И решайте, где вам выгоднее покупать. Вообще ничего нового сейчас я в светофоре не увидела. Вот при мне покупали бесконечно вот такие сковороды. Брали люди. Она довольно-таки тяжелая. Заявлено, что это алюминий. Ну, можете нажать на паузу и посмотреть ее состав. Она без скрышки. Вот ее цена. Вернулись с магазинов. Ну что, покажу, что купили. Муж купил вот такое пиво себе. Старый мельник из бочонка. Стоит оно, это вот 98 копеек. Вот эта светлая клинская стоит рубль 4. Не знаю, сколько она стоит в магазинах. Но муж сказал, что дешевле. Ну и, конечно, купил себе вот такие сухарики. Сухарики стоят 94 копейки пачка. Поэтому, если мужчины знают стоимость вот этих пива, стоит съездить в светофор и закупиться к Новому году. Купили вот еще такой сок гранатовый. Я никогда раньше его не покупала. Но почитала, что он гранатовый сок прямого отжима. Кроме этого, произведен он в Узбекистане. То бишь там, где он растет. Он постерилизованный. Ну, раз он в стеклянной бутылке, значит, постерилизацию проходил непосредственно в бутылке. Вот здесь вот написано его, что он 10-го числа, ой, 26-го числа 10-го месяца. Значит, вот, когда они созревают, сентябрь по ноябрь в стране, где они растут, тогда его, значит, сорвали, переработали. Крышка должна быть не хлопать. И должна быть пленка. Вот здесь пленочка есть. Я ее сорву, потом попробую. В составе написано сок гранатовый прямого отжима. Состав сок. Нет ни сахара здесь, ничего. Поэтому хочется верить, что он действительно натуральный, хороший. Мы заплатили за этот литр. Светофоре 3,49. Можно его проверить на натуральность. Попробую сделать этот тест дома и вам покажу. И снова к маскам. Они продаются на кассе. Производитель здесь не Китай, Россия. Стоит 10 штук рубль 26. Я купила себе 20 штук. Здесь уже резиночка от веревка. Стоит, значит, если рубль 26, 10 штук, 12 копеек. Поэтому дешевле я уже не видела нигде. Вот они таким образом выглядят. Ну и вот такие универсальные полотенца. Я их покупаю для своей швабры. Сейчас покажу, как я ими пользуюсь. Они стоят 150 штук и стоят 3 рубля. В Короне мы заехали точно такой фирмы. Ну, немножко вот здесь вот. Обложка оформлена не так. Не обложка, а вот эта заставочка бумажная. И стоят они там 5,89. Я вам покажу. Поэтому разница, конечно, очень большая. Мне вот это нравится. Я их покупаю периодически. Но опять повторяюсь, для своей швабры сейчас покажу, как я ей пользуюсь. Ну, вот это вот в магазине Корона. Вот вы видите цена ее. Я открыла эти салфетки. Они отрываются. Ну, вот они тянутся во все стороны. Мне они нравятся потому, что я их могу... Ну, вот у меня такая вот моя швабра. Ей хорошо пыль протирать. Особенно натяжные потолки. Не надо не заморачиваться. Ни какие-то тут тряпки дополнительные. Вот так я кладу сюда. Видите, она растягивается хорошо мне по размерам моей швабры. Вот здесь у меня пазики в швабре. Я вот так их заталкиваю сюда. Ну, вот таким вот образом. Можно потянуть еще больше. Вот, и они, видите, протер сразу этой поверхностью. Вытер пыль, вытер, что на ней очень много собирается. Сейчас я протрую, вам покажу. Потом снимаешь. Можно брызгнуть водой вот сюда. Протереть. Даже пыль, если очень быстро, нужно сделать какую-то уборочку. Вот эти салфеточки натяну. Я их беру две штуки. Моментально протер. Не надо ни отжимать, ни выжимать, ни с водой заморачиваться. Сняла, мусорку выпросила. И все готово. Поэтому вот эти салфетки я покупаю. Мне не нравятся. Они вот как бы эластичные немножко. И натягиваются на эту вот мою швабру. Поэтому мне очень удобно. Вот я по потолку ничего не было видно. Поэтому решила в прихожей протереть пол. Вот смотрите, как она собрала эта тряпка. Это все грязь. Она сухая. Я ее собрала. Теперь я ее просто снимаю вот отсюда. И выбрасываю вон. Вот для этого я их покупаю. Вот такую сумку еще с прокламелина плотного. Мы купили. Они прямо на кассе продаются в светофоре. Стоит она или 56, или 65 копеек. Она у нас сложенная. Лежит в машине. Мы используем только ее тогда, чтобы не брать эти бесконечные пакеты. П-элитиленовые. Ну и аккуратно. Она лежит в машине. Удобно, я считаю, недорого. Пользоваться можно неоднократно. Ну что, сейчас будем проводить эксперимент. Натуральный сок, ненатуральный. Принесла сюда специально воду. Сейчас поправлю, чтобы вам было лучше еще видно. Вот так. Написано, что добавить воду. Ну уже с чайника воду. И соду обыкновенную. Писано столовую ложку. Ну я уже пол чайной ложки. Сюда и разбавляем. Разбавляем. Так. А сок я открыла. Да, вот пленочкой была. Ну на запах я не знаю. Наливаем сок. Ну вот теперь он на цвет, не знаю, похож на гранатовый, не похож. Вот он такого цвета. Сейчас это все мы помешаем хорошо. И вольем вот эту соду, щелочь разведенную. Так. Вливаем эксперимент. То, что она шипит, это естественно, потому что сода. Но цвет поменялся. Написано, если цвет меняется, он был такой бордово-яркий, а сейчас он стал как цвет пипсикола, если вы видите. Значит, все рассказывают, что если цвет поменялся, значит все-таки там натуральное что-то есть. Если бы цвет не поменялся, он какой был, такой бы и остался. Сейчас налью в стакан его еще раз, потому что, может быть, чтобы сравнить, для цветности. Ну вот пошла, принесла чистый стакан. Сейчас нальем сюда сок, чтобы вы сравнили цвет, если это получится при этом освещении. Ну вот так оно очень видно. Этот вот прямо как пипсикола, а этот прямо с бутылки вот такой бордовый цвет. Поэтому будем считать, что все-таки не зря отдали деньги разбавлять немножко его водой или другим соком и пить. Сейчас попробую на вкус. Не знаю. Ну, сок как сок, не знаю. С кислинкой обычный сок. Ну вот все, что я вам хотела сегодня показать и рассказать. Поэтому большое спасибо, кто меня смотрел, кто, у кого хватило терпения и интереса. Всем крепкого-крепкого здоровья. И увидимся снова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok